На прошлой неделе у меня прошла стажировка. Это была HSC Week. Что такое HSC Week? Это расшифровывается как High School Careers Week. Это неделя для учеников старшей школы, на которой мы стажируемся в какой-либо компании. Эта неделя организовывается в моей школе, то есть мы не учимся на протяжении этой недели, мы просто ходим на стажировку свою. Мы должны были найти компанию сами, без помощи родителей и без помощи школы. Но, конечно же, некоторые дети устраивались в компании своих родителей, потому что или же не могли найти компанию, которая бы их взяла на стажировку, или же просто они хотели почилить, отдохнуть. Я же нашла компанию, хоть и это был нелегкий процесс, потому что я не выпускница вуза. Здесь все стажировки, я думаю, не только здесь, но, в принципе, во многих странах, делаются специально для выпускников вуза или хотя бы для студентов вуза. Так, я всего лишь даже не закончила школу, просто учусь в 10 классе. Даже на эту неделю, даже, хоть это и Министерство образования запрашивает, многие компании не хотят брать таких детей и уделять им время, и помогать им освоиться, помогать им узнать, что ты об этой профессии. Но все-таки я нашла компанию. Компания называется Associate. Это маркетинговое и пиар-агентство. Также они организовывают ивенты, мероприятия для разных компаний. И также они делают еще услуги по график-дизайну. Они в маркетинговом плане, они ведут Инстаграм за некоторых брендов, делают для них контент, пиар, рекламируют бренды в всяких журналах, газетах, среди блогеров. Сейчас 8.20 утра, я уже оделась, готова уже выходить из дома. У меня вот такой вот аутфит на сегодняшний день, на мою стажировку. Ну, конечно, без тапочек будет, будут кроссовки. Сегодня первый день стажировки у меня. Она начинается в 9 утра, поэтому я уже собрала свои вещи. Вот здесь вот лежит моя сумка с моим лоттопом и нужными мне вещами. Я уже скоро буду выходить из дома, возьму такси и поеду в офис. Вот здесь вот выходите из лифта. Здесь огромный такой бизнес-комплекс. И тут 401 офис. Это мой офис. Компания, в которой я стажируюсь. И вот сам офис. Также здесь находится кухня. Здесь другие всякие офисы тоже есть. На этом этаже здесь вообще, в этом здании, наверное, больше, точно больше 20 этажей. Я точно не знаю, сколько именно. Но вот мы идем по коридору. Здесь, видите, всякие другие тоже есть компании. Я уже села делать свои задания. Вообще, каждый день у меня были разные задания. В основном, это отвечать за социальные сети бренда, также отвечать за пресс-релизы, за какие-то освещения в прессе. То есть, нужно было их сортировать, вырезать, сканировать. Да, в общем, этим я и занимаюсь в этих видео. Вот сам офис. Вот так выглядит интерьер. Очень симпатичный, прикольный, хоть и сам офис небольшой. То есть, это одна большая, огромная комната. Тут нету очень много комнат. Офис небольшой, потому что здесь работников немного, максимум 15 человек, наверное. Но сам интерьер прикольный. Он находится в огромном здании, бизнес-центре, там, где много таких небольших офисов. У самой шифини Босса есть дети маленькие, поэтому, видимо, когда они приходят, для них здесь есть комната игровая, что прикольно. Короче, сейчас без четырех девять я пришла в офис, а он закрыт. Я не могу открыть дверь, тут просто лежат бумаги на полу. Я не знаю, что происходит. Наверное, кто должен был открыть в офис, еще не пришел. В общем, да, странно. Обычно в это время хоть кто-то тут есть. Сейчас час дня, я вышла с офиса, куплю себе ланч, возьму все что-нибудь поесть, поем в офисе и потом продолжу работать. Приехал. Крифт. Чтобы выйти из офиса, мне нужна такая карточка. Делаю так, и двери открываются. Теперь я выхожу на улицу и пойду куплю себе ланч. В общем, купила себе еду, купила себе фраб куриный, не видно, но я не купила ничего себе попить, попью воду в офисе из испанса и поем такой вот фраб. Последний свой день из твоей стажировки я попросила своих коллег на эту неделю сказать для моего YouTube-канала, представиться, сказать свое имя, чем они занимаются. Да, некоторые из них я перевела, которые я видела смысл переводить, а некоторые, которые просто говорили свое имя и должность, я их не переводила. Я не переводила. Я сегодня, прятая куриный, прятая куриный, и я проведу 1.5 месяцев, и я занимаюсь I hope to see you around again here in the industry. Keep in touch. Hi, it's me, lovely, from Societ. I'm the office angel. Hi, everybody. My name is Sezeen Jaffrey, and I'm the Senior PR Executive and Storyscaper at Societ. Hi, I'm Sabrina Moutard. I am Marketing Director and Digital Enthusiast here at Societ. Hi, I'm Rene, and I'm the Graphic Designer here at Societ. Hi, my name is Sabaha, and I'm PR Executive and Digital Enthusiast here at Societ. Hi, my name is Hamid, and I'm the Marketing Enthusiast here at Societ. Hi, my name is Mariam Arabic PR Executive and Game Changer at Societ. Hi, I'm Samita. I'm Social Media Executive and Hashtag Hustler and Societ. Все, моя стажировка закончилась. Мне дали вот такой вот конверт, открыточку, такую вот вазочку с ватаплеронами, потом пакетик и блокнот. Очень приятно. Я вообще ничего не ожидала. Я хотела сегодня попросить просто, типа, как рекомендательное письмо, чтобы мне дали. Антка, все, мы все за тебя сделали, мы уже это давно подпродумали. Все, мы тебе потом просто отдадим. И я такая, а, окей, все, спасибо. Поэтому очень довольна. Все, еду домой. И все, сегодняшний день у меня был последний стажировки. Я довольна. Я получила экспириенс, опыт. Я узнала, какого это работа, в принципе, маркетинговом агентстве, в пиар-агентстве. Вообще, маркетинг, они занимаются в основном социальными сетями именно в этом агентстве. Поэтому я так и думала, что я буду заниматься социальными сетями. Просто я писала в своем резюме о том, что я блогер и всякое такое. Поэтому я знала, что мне это надо делать. И я не нашла в этом какого-то чего-то нового. Но вот пиар-департамент, это вот прям другая немного сфера. Ну, та же сфера, имеется в виду то, что не открытая для меня сфера. Поэтому было очень интересно, что меня вот именно ввлекли во все стороны маркетингового агентства. И если я там не знаю, ну, как бы мне чему-то хотелось научиться, и меня чему-то не научили, я могла сказать. И меня в этом сразу научили. Поэтому меня ввлекли полностью, мне добавили задания. Ну, может, это покажется то, что, может, много было заданий. Но на самом деле я не перегружалась, но при этом я получила просто полный экспириенс, потому что вот многие мои друзья, они просто отдыхают и ничего не делают на работе, потому что там тети там работают, и, короче, их вообще не нагружают, они просто в телефоне сидят. В этом тоже смысла нет. Вот я очень рада, что я нашла именно сама, без связи, без каких-то знакомств, себе сожировку. Все отправила в свое резюме, именно меня приняли. И я благодарна этому опыту в моей школе за такой опыт, поэтому, да, все, я довольна очень.